Те, кто стоял на перроне центрального ЖД вокзала Ульяновска утром 6 октября, с недоумением смотрели на детей, державших в руках воздушные шары и яркий плакат. Эти ребята ждали своего педагога, Ришата Радиковича Калимулина, который возвращался из Москвы. Из новой Малаклы, где он работает учителем истории, Ришат уехал в конце сентября. Наш классный руководитель Калимулина, Ришат Радикович. Второй папа. Мы его очень любим. Да, он приезжает сегодня, мы его ждем. Мы его ждем, очень соскучились с ним. Мы очень любим его. И он нас. И он нас. Несмотря на то, что он не попал даже в пятерку лучших, приветствуют учителя как победителя. По словам Ришата Калимулина, одержать победу ему помежало то, что он взялся за слишком большое количество материала. А нужно было быть более конкретным. Что касается самого конкурса «Чуть года России», очень сложно вообще сказать, что это за конкурс, потому что это однозначно самый сильный профессиональный конкурс, который существует в стране. Ему уже 27 лет, и год от года он становится все более значимым в педагогическом сообществе. Что касается встречи с Владимиром Путиным, то на ней наш земляк предложил президенту проводить всероссийский конкурс среди студентов педагогических вузов. Президента эта идея и заинтересовала. Сегодня не секрет, что педагогических вузов не хватает практики, потому что очень много теорий, в то же время не хватает практики в школе. И это большая проблема, когда выпускники приходят в школу, им очень трудно адаптироваться, на первых порах, к реальным школьной жизни. Вот мы считаем, что этот конкурс вам поможет в определенной степени этот вход в профессию сделать более эффективным. По словам Решата Калимулина, он хоть и не стал лучшим, но опыт от участия во всероссийском конкурсе получил неоценимый. И за возможность стать его участником, учитель в первую очередь благодарит своих коллег. Игорь Улитин, Новости дня, Ульяновская правда.